Великая Отечественная война У немецко-фашистских захватчиков был организован 34-й этап международного марша мира. Мы сегодня собрались здесь, у вечного огня мемориального комплекса «Брестская крепость героев», чтобы возложить цветы и отдать дань уважения защитникам Родины, тем, кто освобождал от фашизма не только нашу страну, но спас нет от фашизма. У нас единые корни, мы братья славяне, мы неделимы. Это было исторически. Сегодня трудно найти в Белоруссии, я не говорю о городах, самую маленькую деревню, которую не освобождали русские люди. И, конечно, мы это помним, свято помним. Поэтому сегодня мы и здесь. Российский фонд мира, как и Белорусский фонд мира, это старейшие общественные организации. И созданный Советский фонд мира еще в 1961 году, всегда два отделения наших государств работают вместе. И главная программа наших фондов мира – это память народная. Визитная карточка нашего областного отделения Курской области фонда мира России – это Международный марш мира. И в этом году мы приняли решение единогласно посвятить этот марш именно 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы составили программу этого марша и решили, что все шесть областей Беларуси достойны того, чтобы куряне познакомились с героической историей прошлого, с настоящим и с опытом работы миротворчества в Республике Беларусь. 34-й этап Международного марша мира берет свое начало в Курской области. Задачей проекта является оказание чести погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также подписание соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями Беларуси. Пройдя Витебск, Минск и Гродно, участники наконец оказались в Бресте. В первую очередь они посетили знаменитую Брестскую крепость. Порядка 40 человек делегаций из России возложили цветы к вечному огню. И в знак выражения скорби почтили память павших минуты молчания. Сегодня мы здесь, в святом для всех славянских народов месте, в крепости герои Брест. Мы уже бывали здесь не однажды, представители нашего региона. Но каждый раз, посещая это место, невозможно не чувствовать гордость, горечь, память. Без слез посещать это место, потому что действительно, то горе, которое испытали в семье наших государств, оно и поныне кровоточит это рано. Вместе с тем, город Курск – это город воинской славы. И мы очень горды тем, что ваша республика, представители ваш, город Брест и Брестская крепость, наш город Курск, внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Поэтому на наших знаменах, в наших речах всегда звучат такие слова. Мы помним, мы гордимся, мы продолжаем эстафету поколений, для того, чтобы никто не имел права переписывать историю нашей страны. Анастасия Пашкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.